Всем привет! С вами Дэн и Фил Неве. Я вам показывал одни из часов этого молодого бренда, который сейчас уже продается на Алиэкспресс. И вам эти часы прям супер зашли. Я решил повторить, что называется, и сейчас у нас не механика, а кварц. И кварц причем в исполнении Panda. Значит, коробочка у нас, если я не ошибаюсь, изменилась. Теперь это такой большой пластиковый кейс. Обычно у всех маленький, здесь большой, потому что и часы крупные. Я так думаю, что, наверное, соскучились, да, по массивным часам, потому что сейчас в некотором роде засилие небольших, а ведь не у всех такие небольшие запястья. Значит, у нас тут комплект замена, значит, устройство для замены браслета. Здесь, так, карточка, тряпочка и мануальчик. Все необходимое, в общем, есть английский язык, имеется. Давайте мы это в сторонку. Вот это я понимаю, мне прям напоминает это все. Продукцию еще одного бренда, который, на самом деле, тоже, если кто не знает, производится в Китае. Это, конечно же, Invicta. Но молодые китайские, как говорится, ольвы, они уже давным-давно Invicta по качеству перебили, потому что прогресс, и все это не стоит на месте. И вот Phil Neve, это, наверное, один из таких вот брендов, который взлетел просто, да, в последние месяцы. Давайте смотреть, что у нас по качеству, по характеристикам. Сейчас я это все дело распакую. Ну, часы весят, я не знаю, грамм 300, наверное. Это прям мощь. Напишите, кстати говоря, действительно, любите ли вы крупные часы и размер ваших запястьев в этом плане. Потому что что-то такую перекличку мы еще в роликах не проводили. Итак, значит, у нас мощь брутальная такая, подушка. И что здесь прикольного? Есть несколько вариаций. У меня вот Panda есть там одноцветные, есть синие. Ну, мне показалось, что Panda это будет, наверное, наиболее интересно. Здесь у нас Sapphire с внутренним антибликом, 500 метров водозащиты, для чего тут даже есть гелевый клапан. Люминофор имеется у нас на метках и стрелках. Также сталь 316L по корпусу и сталь 316L по браслету, что важно. Кстати говоря, свой дизайн. Это вообще крутяк. Механизм Mecha Quartz Seiko VK63. Это, собственно, кварцевый механизм. Плюс модуль, как у обычного Chrono. То есть стрелочка будет идти плавно. Я вам это покажу. Давайте, кстати говоря, и запустим это дело. Видите, стрелка идет по Chrono плавно. У нас также здесь секундная стрелка основная в отметке 6 часов и два счетчика минутной и часовой. По цене. Примерно 11 тысяч рублей они стоят. Ну, или где-то примерно сто, сколько там, 50-170 долларов. Прям, знаете, что вот первым делом хочется вот это. Да, 271 грамм, товарищи. 271 грамм. Ну и по размерам. Давайте посмотрим сразу по безелю. 46 и по корпусу тут трудно, конечно, измерить. Ну, давайте вот так как-нибудь попробуем. Ну, тоже 46. Высота. 19,5. 22 по браслету и от ушка до ушка 55 практически. Ну, и заодно толщина браслета 3,7. Ну, что ж, обладатели запястья 20+. В общем-то, ваш выход. Ну, что ж, вес мы с вами посмотрели. Давайте тогда и сапфир посмотрим. Сапфир выбил все вообще, все метки. Сапфиристый сапфир. Так, 500 метров, да? Давайте сбросим счетчик в ноль и заодно я завинчу. У нас здесь кнопочки завинчиваются. И хрона, и заводная головка. Так. Ну, и как-нибудь надо стрелки перенестить, чтобы что-то было видно на циферблате. Потому что стрелки большущие, мощнейшая читаемость, кстати говоря, за счет этого здесь неплохая. Хотя у нас и хронограф. И большие накладные здесь цифры напоминают что-то такое отдаленно от Брайтлинга. 2, 4, 8, 10. Ну, прикольно, кстати. Свежо так циферблат смотрится. Панда контрастная, очень классная. И интересно, что они вот как сделали. У них, получается, черные стрелки, минутные, часовые и секундные тоже черные. А красные у нас, соответственно, счетчики хрона. То есть здесь в этом плане можно приучиться и прям быстро считывать. Высокий безель, глубокий циферблат. И за счет того, что накладные трехмерные цифры и метки, создается такой хороший эффект объема. Ну, я так понимаю, что люмом здесь щедро покрыты и стрелки, и метки. Потом покажу, как это все светится. И даже вот тут у нас есть еще дата в отметке 26. И тахиметр внутренний причем есть. Ну, его, конечно, видать тяжело. Но он насыщает тоже циферблат. Потому что, ну, по большому счету, много пространства. И нужно его чем-то заполнять. Подушечка такая крупная, мощная. О, безель-то. Безель-то какой крепкий, хороший. Можно пальцы накачать этим безелем. А, вообще классный, кстати. Четкие щелчки, мощный, уверенно. В ноль встает. Здесь гладко безель сделан. Здесь люминофор по безелю. Матовый безель. Мне, кстати, нравится такой вариант. Здесь много всего. И защита головки, и кнопки хрона. Ну, в общем, если нравится такой, да, индустриальный, мощный, такой максимальный брутальный дизайн, то хороший. Хороший вариант. При этом, в принципе, так ничего не царапается. Аккуратная отделка. Может, немножко грубовато вот это вот. Насечки на заводной головке. Но, в целом, плюс-минус нормально. Браслет с нижней части немножко рисковат. Ну, а зато, кстати, здесь неплохая отделка. Приятный браслет сделан по геометрии. Ну, такой достаточно средний. Хотя неплохо. В целом неплохо. Между звеньями здесь отделки нет, да? Вот. Но сами звенья сделаны приятно. Застежка внизу литая. Вот такая двойная фиксация. У нас штамповочка идет по верхней части. Но если бы они еще и застежку здесь делали, то это было бы уже 300 с плюсом грамм. Задняя крышка такая же, как на механике я показывал. Фил Невер здесь просто у нас полушария, да? Обе Америки у нас здесь есть. Ну, понятно, Америка-то это основной рынок. Крайнее звено литое. Ну, что ж. Ну, что ж. Приятно. В целом приятно. Сатинирование здесь практически везде, кроме вот в верхней части ушек. Так, у меня запястье 18,5. Как видите, здесь, конечно, такой оверсайз. Большие-большие брутальные часы. Но при этом за счет того, что ушки достаточно короткие, у нас подушка. В принципе, если любите оверсайз, то даже вот с запястьем типа моего можно ходить. Если нравится такое. Ну, понятно, я думаю, что лучше иметь что-нибудь, опять же, да, от 20 сантиметров. И, наверное, какое-то телосложение точно уж не худощавое для такой мощнейшей модели. Ну, а мы переходим уже к макро. Поехали. Значит, надпись «Мекакварц» имеется. Манежи у нас даже с такой как бы углублением, со скосом. Интересно сделали. Фактурка есть и по самому циферблату. Вот у нас накладные здесь. Метки. Тахиметр. Ну, веселенький такой, веселенький циферблат летний. Прикольно. Я бы даже сказал, что, наверное, версия с «Хроном» интереснее, чем «Механика», потому что она как-то живее, да, здесь больше всего. Да, сатинирование по браслету неплохо. Боковая часть тоже сатинирования. Ну, по задней крышке здесь особо не интересно. Ну, что ж. Ну, что ж. Я думаю, что за свои деньги, с учетом того, что необычный дизайн, с учетом того, что сейчас определенная, собственно, нехватка брутальных, мускулинных часов на рынке, я думаю, что это прям такой... В своей нише будет точно бестселлером. Плюс на кварцевой версии это прям вообще отлично. По исполнению здесь все достаточно неплохо. У меня на этом все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся. Продолжение следует...